МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год пролетел незаметно. Снова едем на Плещеево озеро, которое находится на 140-м километре Ярославского шоссе. И знаменита тем, что сам царь Пётр строил здесь свой потешный флот. Женская команда подводных охотников Амазонки предложила мужской команде резиновые мужики отыграться за проигрыш прошлого года. И наивные мужики согласились. Мы находимся на Плещеевом озере 20 сентября 2008 года. Сегодня у нас состоятся соревнования «А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни». Снова, как и в прошлом году, встретятся две команды. Женская сборная и мужская. Женская Амазонки и мужская резиновые мужики. Будем ждать финиша, будем ждать результатов и победителей. Директор Астраханской рыболовной базы «Лазурь» Валя Ушакова приехала вместе с дочерью. Они слились с московскими амазонками, и теперь это страшная сила. Держитесь, мужики! Соболи Ивановна Александровна. Да, Аня, скажи, пожалуйста, ты, я так понимаю, в этом году первый раз, да, на этих соревнованиях? В том году я тебя не видел, да? Скажи, а что вообще, как ты в подводную охоту пришла? Через дайвинг. Через дайвинг? А давно занимаешься охотой? Два года. Два года. А ныряешь где? Здесь, в Подмосковье? Нет, в основном у себя дома, в Смоленске, на Днепре и в Астрахани. Слушай, в Смоленске, на Днепре и в Астрахани. Здорово. А какие за два года вообще твои трофеи были? Ну, особенно крупных трофеев у меня не было. Так, щучки, карасики. Щучки, карасики, да? Слушай, ну, спасибо тебе, что приехала в гости, да, радует, что вот наши прекрасные амазонки растут, в своем числе и в качестве, я надеюсь. Ну, мы тоже надеемся. Да. Удачи тебе на сегодняшних соревнованиях. Спасибо. Ну, как у Никулина было, взяли бревнышку, улыбаемся. Пошли. Готов? Так, Володь, ну, здравствуй, да, во-первых. Здравствуй, Саша, еще раз. Здравствуй, еще раз, да. Через год. Вов, ну, мне приятно, что такие хорошие традиции, они, что называется, продолжаются, да, и мы снова собрались на плечевом озере. Скажи, что у нас происходит на сегодняшнюю минуту? Ну, опять, очередная, это происходит реванш, это после прошлого года, когда девушки порвали как тузики тряпку ребят, в этот раз ребята чуть потренировались побольше, команда теперь у нас не 3 на 3, а 4 на 4, практически уже соревнования, это можно считать общерасистским, потому что в женской команде присутствует, то есть, от Валентина Саша. Валентина Ушакова приехала с дочерью, с Олесией, да. С дочерью, 15-летней. В том году была паспортная погода? Вот, и вот посмотрим, что получится в этот раз. Я в том году не понял. Мы готовы болеть и за тех, и за тех, естественно, как всегда, мы больше болеем за девушку, вот, ну, посмотрим, то есть, через некоторое время, это время старт, это единственное, что в этот раз мы решили сделать этот маленький взносик, это чисто символически, с каждого человека на приз, и приз мы делим на две части, то есть, одна часть у нас идет по максимальной, по максимальной рыбе, за самый большой, и вторая часть идет по максимальной массе рыбы, то есть, ну, по максимальному количеству, и за самую большую рыбу. За самую крупную рыбу, да, как обычно? Пускай будет эта милость, но я думаю, что всем будет приятно. За себя-то сдала, за жену, за Хару, за жену и за ребенка. Ребенок тоже болеет. Да-да-да, давай за ребенка полтинник. Что, не понимаешь, брат? Нет, болеть. А что, Харек не приедет со Саней, а болит? Харек? Русланыч? Что, много, Вовка, сколько колись? А? Двое, все. Вы лучше, товарищи, болельщики, признавайтесь, кто за кого болеет. Кто за кого болеет, а? А кто выиграет, ты можешь сказать? Нет, не могу. Да, видите, вот у нас сейчас новое введение в амуниции, в снаряжении подводных охотников. Люди запаслись шлемами, ну, на всякий случай, чтобы никто веслом не стукнул. Да, ныряем теперь вот уже в шлемах, да. Милки приятные. Пиши следующее. Это стоит 200 долларов. Охренатня. 500 рублей максимум стоит детский зонародок. Из толстого материала. Она по размерам точно такая. Да, не правда. Так, ты довольна? Я, да. Правильно? Правильно? Я довольна? Ну, хорошо. Судивилась, наконец-то восторжествовала. Слава богу. Путь. Новый год! Прошу тишины, правила соревнований, зачитываем, спортсмены готовятся к старту. Прошу тишины вылезти раньше, вылезает раньше. Куда же зачет идет? По трем самым крупным рыбам. Мелочь не стрелять совсем, за самую там от 20 до 30 грамм штраф веслом по голове. Нет, ну минимальный размер рыбы-то должен быть. Команда подготовилась к незачетной рыбе. Минимальный размер, вес рыбы? Это минимальный от 300 грамм. Со шлемом можно. Кто поднимает у нас флаг? Победитель соревнований прошлых кто у нас? Юля у нас победитель. Музыку! Ура! У девушек нешуточный настрой. Резиновым мужикам придется нелегко. Музыку! Музыка! 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 Субтитры делал DimaTorzok Я сейчас пойду за ними следом, что называется, играющий тренер, да? Будем следить за соблюдением всех правил соревнований из-под воды. Вот, взгляд из-под воды. Ну и все, что под водой увидим, то вам обязательно покажем. Субтитры делал DimaTorzok Погода очень хорошая. Такой не сильный ветер. Я думаю, что в отличие от... Ну, как бы сложно, конечно. Мы не в магазин ходим, на охоту ходим. Но будем надеяться, что трофеи будут сегодня и девчонки наши достойно выстрелятся. Плавать с камеры, не спеша, потихонечку, да? Вот. И хочется плавать комфортно, не стучать зубами, как некоторые, которые в сентябре-октябре приходят с пятерки ныряют и через час выпрыгивают из воды. Давай, давай, давай. Поэтому я взял уже зимнее снаряжение, костюм девятка, перчатки трехпалые с ватерстопом, шестерка. Ну вот шестерка, если она вам не жмет, то это вполне нормальные рукавицы для холодной воды, в которых я плаваю зимой в ледяной воде 4-5 часов и не замерзаю. Все, пошли под воду. Плечеевое озеро, 20 сентября 2008 год. Соревнование по подводной охоте. А ну-ка, девушки, а ну-ка, парни. Вот в этой дальней стенке камыша вам, наверное, будет прозрачность, в отличие вот от этой береговой линии, где камыш очень близко к берегу, и там было мутно. Вообще, вода белая. Посмотрим, что здесь. Здесь, наверное, должно быть почище. Ну и здесь, может быть, мы найдем леща. Будем искать. Продолжение следует... Из озера выпадает река Векса, где можно взять очень хороших лещей. Продолжение следует... В камышовой зоне много некрупных щек, но иногда можно встретить и очень неплохой экземпляр килограммчиков так на 8, на 10. Ночью на отмель с глубины поднимается окунь и налим. Ночью рыба ведет себя спокойнее, и за ней можно долго с удовольствием наблюдать. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! Она стала плывать, и я тоже отдала ей ружье, морду влезь, и так вот, хоба. Стая лещей. А все, что же не ружье, ничего нету. Кошмар. Стая лещей? Стая, стая, и такие приличные, хорошие штучки. Ну ладно, обидно, да? Ну не тут было обидно. Я все время подуваю, подуваю, вижу, я не видела стаи. С ружьем не расставался никогда. Что там, девочки? Настя Загородникова, мать троих детей, отчаянная женщина. Год назад она возвращалась с соревнований на Волге и попала в аварию, повредила позвоночник. И вот она уже снова в строю. Спина побаливает, Настя лежит на дне лодки и отдыхает после охоты. Да, вон, видно, палки торчат. Вон, это мачты, вот это база. Так, это вот двое еще наших ребят. Один фотограф, а второй из команды резиновых мужиков. Есть видеокамера. А рыба у вас есть? Нет, рыбы. Рыбы нет. Это было не основное занятие. Так, рыбы нет, пешком тогда на базу. Возьмем только девушку, у которых лещей полная лодка. И щук огромных. А всяких нытиков и маловеров, которые рыбу не могли найти, пешком все. А мы маловерок. Это мы двигатель заправляем в 95-м, неразбавленным. О! Второй, там заправили. Да, там вторая Ямаха еще сзади у нас идет. Сейчас бурун пойдет, келеваторный след. Смотрите, сейчас лодка просто со сказочной скоростью понесет. Заглиссирует просто. Заглиссирует. Ну и шестом толкаются. И грибут вообще со всех сторон. На веслах вообще. Симпатичные, милые, очаровательные. Что делать? Просто вот коня на скаку и в горячую езбу. Так, ну что, приступаем к взвешиванию. А рыба что-то вчерашняя, нет? Приступаем к взвешиванию. Это ребята пострелили. Так, девчонки, вот так вот. Контрольное взвешивание. Девчонки отдыхают. А чего, а чего? Чего там? Папа, я закрываю. Там кирпичик. Сколько? 7, 0, 10. Ура! Мужики победили! Девушки уже загрустили. Но зря. Эту большую щуку взял охотник, который не принимал участия в соревнованиях. А резиновые мужики вышли из воды. Пустые, без рыбы. Что зашел? Да, отчего. Они здесь забывали. Здравствуйте. Давай. У меня лодочник спугнул. Я только иду с моторками мимо. Вот так, вот так. Кило 620. Это у нас Валя. Кило 620. Валя. Палентина. Палентина Ушакова, Астрахань. Два леща. Кило 620. Ну, Анастасия Загородникова опять сделала всех. 4, 660. Я могу сказать, что в отличие от некоторых, человек ушел от нуля. И серьезно. Ушел в отрыв. В отрыв ушел. Как-никак, 9,5 грамм – это все-таки вес. Защекотят да икоты и на дно волокут. Эх, берегитесь, охотники. Русалки не спят. А что за знак? А кто тебе как-то лонг? Саша, Саша, хоть пи не позорь. За трусы ему подвесить вот сюда. Саша, не пали. Здесь наш шашлычок. Там вон уха, казанчик. Просто вон у нас. В прошлом году у нас резиновые мужики хотя бы хоть чуть-чуть оторвались. Там разница была между женской и мужской командой. Так всего здесь 40. В этот раз как-то не обидно и горько признать. Очень печально, что женщины практически оторвали. Если в прошлом году как тупик тряпку, то в этот раз как молекулы практически. К сожалению. Мы плачем. Мы практически рыдались. Это первый приз мы все-таки вручим Захару. Хотя он не одной, а грязином мы турнируем. Мужикам он единственный. Мужчинка. У нас хоть накормил рыбой. Вот. Народный кормилиц. Практически народный кормилиц. Это человек, который вылезает даже из ланды. Гармонь, гармонь. Гармонь, музыка. Самая молодая участница у нас. Олеся. В отличие. 15 лет. Вы, наверное, 15 лет курили и пили. На тебе на вырос. Аня, Смоленск. Как за волю к победе. Ну, не Смоленский водоем. Не Смоленский водоем. Извините. Юля. Я звоню. Иди сюда, Мановат. Блин, буду тебе деньги платить. 100 рублей. Сколько заработала? Что-то насмерялось. Ура! Валентина. Хоть сумму оглашаю или не оглашаю? Не оглашаю, да. Конечно, тайна. Это 500 рублей. Без кулка. А можно это повторить? За фотографирование. Вы можете смеяться, а человек, в отличие от вас, принял и попал. За снайперский выстрел. Ёж. Ёжа, да? И победитель от наших соревнований. Опять, в который раз, ё-ка, разобрать. Настя Нагородникова, во-первых, она взяла самую крупную щуку, то есть приз за самую большую рыбу. Можно идти? Да. Это вот тебе за самую крупную рыбу. И за самый жирный кукан. Самый жирный кукан? За самый жирный кукан. А сколько было-то? Кажется. Аплодисменты. Так, аплодисменты. В следующем году ждём представителей прекрасной половины человечества, то есть мужчин, которые всё-таки способны победить амазонок. Которые попробуют победить. Да, да, да. Короче, приглашаем всех, кто хочет потягаться с нами силами. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова